Всем добрый день. Я тоже рад приветствовать вас на Workshop Day. И без лишних слов переходим к первым спиктерам. CV-ревью от Игнатенко Светланы, Fridays Games, и Липинао Валерии, Матрешка Games. Всем привет. Я Света. Не будем долго тянуть, да, начнем. Сейчас я пойму, как запустить презентацию. Секундочку. А ее не видно, да, презентации пока? Вот сейчас видно. А, вот все, отлично, супер, да, отлично. Мы сегодня с Лерой поделимся своим опытом разбора резюме, потому что к нам приходит огромное количество резюме постоянно, да, и, как мы все знаем, резюме – это тот шанс, и хороший резюме – тот шанс попасть на собеседование дальше, да, быть замеченным. И, наверное, сегодня мы акцент делаем все-таки на то, когда резюме приходит уже к нам, да, не когда мы его ищем на… ну, там, в открытых источниках, но, тем не менее, какие-то вещи мы тоже проговорим, как важно, что нужно сделать, чтобы резюме было замечено. Сегодня поговорим про топ ошибок, что не надо точно делать в резюме, покажем, как надо, поговорим о том, как раз как надо и как классно, что вообще супер в резюме, поговорим о том, что раздражает и чара, и нанимающего менеджера в резюме, и как писать сопроводительное письмо, и почему, и зачем оно нужно, и вообще дадим какие-то еще общие советы, которые, надеюсь, всем помогут найти работу, ну, если не мечты, то в удовольствие, и все, чтобы оно было классно. Когда начнем, топ ошибок в резюме. Самая основная, это не самая основная, наверное, все ошибки, которые здесь будут, они не по приоритету, а просто вот, ну, начали смотреть резюме и так и отмечали. Это указание в начале резюме лишних биографических данных. В чем проблема? Не в том, что, наверное, они лишние для резюме, а в том, что описывая все данные себе, там, пол, семейное положение, гражданство, год рождения, вы занимаете огромное количество места в резюме, а это буквально, ну, А4 лист, да, и вы занимаете одну третью, да, листа, и уже часть информации, которая, по идее, должна первая бросаться в глаза рекрутеру или нанимающему менеджеру, это ваш опыт, нужное образование, какое-то навыки, они не бросаются в глаза. Поэтому важно в начале резюме, в шапке резюме указывать фио, номер телефона, свой имейл и город. Этого достаточно, всю остальную информацию просто переносим в конец, и там потом ее все равно увидят. Вот. Тут показаны примеры, как не надо сначала, да, и как потом, ну, будет неплохо, да, вот так вот сделать. Плюс еще сюда же относим то, что многие указывают свое образование в начале тоже резюме, буквально сразу после биографических данных, тем самым тоже задвигая нужный опыт еще вниз, его не видно. Образование тоже можно отправить в конец резюме после опыта работы и ставить его на первое место, а уже потом ставить курсы какие-то или дополнительные тренинги и прочее. Вот. Это такой момент. Перейдем дальше. К ошибкам дальше. Топ ошибок в резюме. Очень-очень популярная ошибка – это отсутствие деталей об опыте работы. Вообще практически ничего бывает не написано, кроме названия компании и должности. Ну, либо если написано, то это какие-то должностные инструкции, либо пара слов всего. Ну, так не пойдет. В общем-то, для того, чтобы привлечь работодателя, лучше расписывать опыт работы. Мы вот на примере с Лерой показали, как это может выглядеть. Это не обязательно так, но очень хорошо, когда вы расписываете проект, над которым вы работали, там, если это программист технологий, с которыми вы работали, задачи, которые вы выполняли, что вы сделали в этом проекте, чтобы удалось, да, вот сделать как раз какие-то достижения свои. Хорошо, если у вас есть какие-то ссылки на результаты работы, если вы можете, конечно, их показать. Ну, и, в общем-то, наверное, логичный вопрос, наверное, от многих, кто нас смотрит сегодня и слушает, и к нам приходит много таких кандидатов без опыта работы, да, Лер, наверное, к вам тоже такие идут, которых нет опыта работы, да, казалось бы, ну, что показать тогда работодателю, как показать, что ты очень хочешь работать, и у тебя уже есть какие-то навыки, знания. Мы тут можно показывать свое образование, какие-то курсы. Вот пример очень хороший того, как человек расписал, кандидат, да, расписал курсы геймдизайна от XYZ. Просто все, что там делал, показал артефакты того, что было создано им в процессе обучения и работы. Вот, и, например, точно как не стоит делать, просто писать, вот как есть такой пример, как просто написать, я учился там-то, и все. Вот, лучше расписываем максимально, что делали, что изучали. Опыт работы можно добавить даже участие в геймджемах. Это тоже, на самом деле, интересный опыт, в том числе для нас. Мы любим такие резюме, когда указано, что участвовал человек в геймджеме, да. Там хорошо расписать роль в команде, проект, ссылку на проект, какие-то результаты команды. Вот, ну, тут тоже, в общем-то, есть пример. Это считается у нас за опыт, да, это считается за то, что такой маркер того, что резюме будет интересно, и мы обязательно его рассмотрим. Вот, это про образование курсы, опыт работы. Ну, и вообще я советую, если даже опыта работы в геймдеве нет, вы не успели какие-то курсы получить, свой опыт расписывать, исходя из требований вакансии, смотреть, какие компетенции там важны, и наверняка что-то похожее вы делали на предыдущем месте работы, вытаскивать их оттуда, расписывать, показывать, максимально все равно раскрывать свой опыт. Дальше. Еще одна сложность в резюме, когда очень много какой-то лишней информации или, наоборот, ее вообще не хватает. Ну, то есть не стоит указывать, например, школу. Ну, это уже как-то не очень релевантно. Все учились в школе, лучше указать высшее образование, необходимые курсы. Они там нерелевантное количество навыков, да, указывают. Все. Все. Какой-нибудь, да, подойдет, тоже не подходит. Или, например, вот вы указываете образовательный курс от платформы Dev2Dev. Классно, что они есть, что вы проходили, но хочется увидеть, что же вы там проходили, что оттуда вы запомнили, что было интересно. Мы, конечно, на это спросим на интервью, но если в резюме написана только эта фраза, это скорее не очень понятно. И, может быть, просто открыли Dev2Dev, посмотрели список курсов и закрыли его, в общем-то. Здесь есть примеры, как это может выглядеть хорошо. Навыки, да, здесь мы взяли навыки программиста. И информация как раз нужная и четко в тему про хобби. Здесь очень важный опыт в акатоне участия, написание статей в играх и фильмах, и указаны также любимые игры. Вот это плюс, плюс к резюме. Это не опыт работы, это хобби, но, тем не менее, оно будет засчитано нам как маркер того, что обязательно надо этого человека позвать на интервью. А вот теперь пойдем как надо, и я передаю слово Лере. Да, теперь моя часть. Поговорим сегодня не только про ошибки в резюме, которые мы выбрали для ревью, но и о положительных сторонах. Их, на самом деле, тоже было довольно много. Немножко будет пересекаться с тем, что говорила Света, потому что тоже примеры были как надо у Светы. Вот. Итак, как хорошо, когда указана желаемая должность, подходящая к вакансии, на которую откликаетесь. Допустим, название младший геймдизайнер. С этим названием нужно откликаться только на позиции геймдизайнера, как бы банально это ни звучало, но это так и есть. Когда HR или лид видят, что на программиста, например, откликается геймдизайнер, а такое бывает чаще, чем можно подумать, то возникают такие мысли. Кандидат не знает, чего хочет. Может, он случайно откликнулся, может, он просто откликается на все вакансии подряд. И ни одна из этих мыслей не приведет к тому, чтобы пригласить на собеседование или отправить тестовое задание. Следующий пункт в топе – это позиционирование себя. Абсолютно всегда резюме с таким раскрытием своего опыта цепляет внимание. Во-первых, вы сходу даете больше информации. Во-вторых, это отличная возможность уже начиная с резюме показать свою мотивацию. Ну, вот, например, как на слайде написано, там, должность геймдизайнера привлекает балансом творчества инженерного подхода при создании игр. Можешь перелеснуть слайд? Да. Итак, следующее в топе «Как надо» – когда вы четко описываете свой стэк и раскрываете наиболее важные из него инструменты. Это дополнительный плюс. Сразу снимает все уточняющие вопросы, и вы просто быстрее перейдете к следующему этапу. Ну, приведу на примере такого внутреннего процесса рассмотрения кандидата. Например, вы откликаетесь на вакансию аниматоров, в которой в требованиях указана работа с частицами в Unity. В резюме у вас в перечислении навыков есть просто большой список. Там, Анимейт, Спайн, Unity, Фотошоп, Иллюстратор, Фигма и так далее. И для HR, как и для лидов, которые также будут оценивать ваше резюме, не сразу понятно, на каком уровне что из перечисленного вы знаете. Может быть, про что-то вы просто там почитали или, ну, какой был опыт. Поэтому если вы выделите нужные для вакансии инструменты и кратко пропишите про тот же Unity, что был опыт работы с частицами, вы уже привлекете внимание, и это избавит вас от уточняющих вопросов и сэкономит время. Важно понимать, что не все инструменты нужно описывать, иначе не хватит резюме, как бы не нужно его раздувать. Просто выберите 2-3 максимума наиболее важных и кратко пропишите. Ну, вот как на примере на слайде, например, про Blender. С этим пунктом связан также пункт про наличие портфолио и примеры кода. Например, для арт-портфолио идеально ArtStation, Behinds, возможно, Dribbble, для разработчиков GitHub, GitLab. Никогда не отправляйте портфолио в архивах картинками в резюме на HeadHunter, а код текстом в сопроводительном письме. Такое тоже бывает. Вот, это сразу не нужно так делать. Теперь следующие пункты. Сейчас, секундочку. Ой. Так. Как нужно описывать образование? Тоже вот Света про это сказала. Я тоже взяла это скрин похожий. Вот, на самом деле сначала... Это очень красиво, да. Да, да, это красиво. И сначала, когда думала про доклад, не думала вообще про описание образования, но когда в резюме увидела, мне сильно показалось это хорошим. Это довольно редко бывает. И здорово, что так совпало, что в двух резюме, которые мы брали на ревью, как раз вот было такое описание. И образование в универе, то есть можно расписать дисциплины, вот так основные уже понятнее раскрываете, чему учились. И образование на курсах, это вообще на самом деле топ. Здесь еще даны ссылки на прототипы, на концепт-документ, на ТЗ для программиста и художника. То есть можно сразу практически посмотреть, чему научился кандидат. Это действительно большой плюс и здорово очень. Дальше? Да, 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 дальше. Итак, указывать достижения тоже нужно уметь. В примерах на слайде, который есть, тут есть недостатки, ну, конечно, как минимум нет измеримых результатов, есть субъективная оценка, например, хорошие, ну, то есть просто хорошие результаты. Но сам факт того, что в этих резюме есть описанные достижения, и они выделены пунктами, это уже плюс. Многие просто пишут процесс, например, какие задачи выполняют, ну, и то не всегда описывают даже там весь спектр задач. Но интерес у HR, у лидов вызывают именно результаты, только по ним можно объективно оценить, как много классного вы сделали. Для того, чтобы это так и работало, достижения нужно конкретизировать. То есть что конкретно вы делали, над каким проектом работали, есть ли статистика, которая показывает масштабы проекта. Помните, что с вашим опытом знакомиться первый раз, только читая резюме, и пишите так, чтобы незнакомому человеку было понятно, что вы делали и какие результаты. Если вы подумаете над своими достижениями для резюме, то и на собеседовании вам будет проще, потому что там также подобные вопросы будут задавать, плюс понимание своих результатов повысит и вашу самооценку, придаст уверенности в себе, и будете чувствовать себя классным специалистом. Можно я добавлю? Да, конечно. Добавлю, да, как раз. И вот в формате достижений на самом деле можно описывать даже свои обязанности. Вот только как раз рассказывала Лера, что вы конкретно делали и сделали. То есть я там запустил такой-то проект, не просто, как я уже говорила, должностные инструкции, а все-таки глаголы в совершенном виде, глаголы, да, какие-то результаты. Это куда интереснее, говорит о том, что человек уже нацелен на результат, он понимает свою ответственность. Вот это и куда интереснее выглядит, и выигрышнее, чем просто описание своих задач, просто вот процессное описание, вот так вот. И такой небольшой лайфхак, как описывать свое достижение, это поможет и для резюме, и для собеседований как раз. Это та схема, по которой мы проводим интервью. То есть когда вы рассказываете о каком-то своем достижении, то стоит начинать с описания ситуации, что вообще, к какой ситуации вы пришли, что вам было дано, какая задача перед вами была поставлена, была поставлена, какие ресурсы вам дали, кто с вами это еще делал, с чего вы начали, что вы делали, и к какому результату вы пришли. И хорошо добавить еще, как вы считаете, почему вам удалось к этому результату прийти, и чему вы научились. То есть это тоже, в общем-то, очень важный такой момент, который показывает ваши компетенции, поможет вам структурировать и резюме, и потом уже свой ответ на собеседование. И, ну, это все, переходим дальше. Да. И следующее, это последнее в этом топе как надо, но не последнее по значимости, указывайте свой игровой опыт предпочтения жанров. Мы же в геймдиве, на любую вакансию это будет преимуществом. И, конечно, спрашивайте в первую очередь у себя, там, если вы хардкорщик, будет ли вам интересно работать над казуальными проектами, и если да, то почему, вас это обязательно спросят. Ну, мы всегда это спрашиваем на собеседованиях, нам всегда интересно, какие жанры любит человек, почему он в них играет, что именно нравится. Особенно, ну, вообще, на самом деле, на любую позицию мы спрашиваем, даже на административные позиции, вообще, абсолютно всегда, это прям такой топ вопросов. Да, играете ли в игры какие, да. Да, играете ли в игры какие, да. Да, дальше я буду рассказывать. Да, сопроводительное письмо, да, оно очень важно в случае, когда у вас нет опыта работы, конкретно, вообще, в принципе, может его не быть, либо его нет релевантного к данной должности, вы решили сменить сферу, у нас это очень частый случай, либо вы хотите показать, что вам очень интересно, именно эта вакансия, именно эта компания. Мы пишем сопроводительное письмо, что важно там, да, показать. Мы пишем об интересе, ну, мы говорим, так как мы на Гимдеев конференции, мы Гимдеев компании, да, мы пишем об интересе к Гимдееву. И здесь не просто, что вот эта динамичная сфера, развивающаяся эта IT-область, нет, это все неинтересно, скучно и понятно, что, ну, да, здесь есть бабло, но нам нужны все-таки горящие глаза, помимо этого, то мы подкрепляем конкретными примерами, да, почему мы можем доказать, то есть это вот причина поверить работодателю, что вам действительно интересен Гимдеев. То есть вы ходите на какие-то курсы, слушаете конкретные лекции, прочитали конкретные книги, участвуете в Гимджемах, акатонах, ведете какие-то свои проекты, у вас есть ссылки на эти проекты, вы можете написать конкретное название книги, это уже будет хорошо. Я не знаю, вы много играете, у вас вот такой-то уровень наигранности. Еще что важно, как и резюме, так и сопроводительное письмо мы пишем отдельно под каждую вакансию, не единое такое универсальное написали, название компании, слава богу, себя поменяли, да, и отправили. Вот, нет, мы смотрим на вакансию, мы анализируем, что происходит вообще на рынке, что происходит с вакансией, не с вакансией, с задачами этими, да, какие задачи есть у компании, что они себе рассказывают, и мы пытаемся раскрыть свой опыт или свой интерес, свои навыки так, чтобы закрыть те задачи, ту боль, так скажем, которая есть в компании. Вот, мы пишем о том, кто вы, то есть мы, вот я такой-то, такой-то, у меня есть вот такой-то опыт, такие навыки для должности. Если у вас чего-то нет, об этом тоже можно написать, и можно написать, что вы уже над этим работаете, не знаю, вы как раз записались на какие-то курсы, или вот вы знаете, что можно вот там-то, там-то это добыть, какой-то план своего развития тоже можно туда внести. Пишем о своих достижениях, как мы уже с Лерой проговорили, как о них пишем. Пишем об интересе к работодателю, в том числе конкретно, ну, почитать сайт компании, что-то по них там посмотреть, про их игры, проекты. Почему привлекла вакансия, пишем, да, чем именно вас она зацепила. Грамотно пишем, ну, без ошибок, с пунктуационными знаками. И, ну, лично я не рекомендую писать длинные сопроводительные письма, не больше половины, а четыре даже, можно чуть поменьше. Вот. Долго не читают, все равно вся основная информация должна быть буквально за первые 10-15 секунд, да, быть прочитана, поэтому еще смотрим на абзацы, чтобы все-таки были какие-то смысловые блоки выделены, даже если у вас будут читать по диагонали, прочитают основное. Здесь есть небольшой пример. Это не идеальный пример, это хороший пример, и идеального, наверное, примера не будет, он у каждого свой, пишем всегда под себя, я не рекомендую брать счеты и переписывать как пример, а все-таки стараться писать про себя. Но, по крайней мере, здесь мы видим, что человек пишет, почему заинтересовала вакансия, потому что это ее любимое дело писать тексты, сценарии, придумывать сюжеты, вакансии была младшая, геймдизайнер-сценарист, генерировать идеи. И доказывает это как раз, да, вот это reason to believe, как говорится, члены юмористического клуба «Квант». Есть опыт написания сценариев для юмористических номеров, в том числе у нас есть одно из требований, это пример текста диалогом с юмором как раз. Ну, вот, то есть человек конкретно показывает, что вот у меня есть опыт, у меня есть интерес, я готова учиться, и прикрепляет примеры своих текстов. Вот это хороший, достаточно хороший пример справедливого письма. Идем тоже к интересному такой теме, Лера. Да, сейчас чуть-чуть еще добавлю про сопроводительные письма. Ага, давай, я верну. Буквально, да, пару слов. Пару лет назад я собирала как-то статистику именно своих вакансий по сопроводительным письмам, и она до сих пор актуальна. Я так еще проглядела перед ревью. Вот примерно 30% резюме приходят с сопроводительными письмами. Вот из них 70% это шаблонные, вроде рассмотрите на вакансию, там, отправляю вам резюме. Там 15% это дублирующий опыт из резюме или просто там копируют опыт или копируют полностью резюме. Иногда такое тоже бывает. 6% путанные, которые не соблюдают последовательное изложение мысли, непонятно о чем, и не про опыт, и не про вакансию вроде, ну, как бы непонятно о чем говорят. Вот, и лишь там 2-5%, даже меньше 5%, она приходит грамотная, вот как раз соответствует тому, что говорила Света, включают эти пункты, вот только 2%. Это значит, что отклик с грамотным сопроводительным письмом, он точно выделится, и вот 100% он будет заметен и даст прям положительный такой результат. Особенно если у вас нет опыта, можно очень сильно прям выиграть на сопроводительном письме. Вот, ну да, давай дальше. Да, и сопроводитель, оно же всегда показывает личность кандидата, это тоже интересно. Все-таки, когда видишь перед собой живого человека даже посредством письма, да, сопроводительного, то это как-то интереснее и приятнее, и общаться с ним, потом приглашать на собеседование шансов выше. Да. Мы поговорили сегодня про плюсы, минусы в резюме, про сопроводительные письма. А теперь хотелось бы назвать несколько прям конкретных триггеров как для HR, так и для оценивающих лидов, для нанимающих менеджеров. Это триггеры, после которых хочется, ну, или сразу, допустим, отказать, или они добавляют непонимание вас как кандидата, непонимание серьезности вашего отношения к поиску работы и, соответственно, к самой работе. Первый такой триггер – это отклик на все открытые в компании вакансии. Например, кандидат с резюме начинающий IT-специалист откликаясь на художника, аниматора, программиста, тестировщика, аналитика в одной и той же компании с количеством откликов только будет увеличивать количество отказов. И дело тут не только в названии резюме будет, если мотивация в том, что на все вакансии откликнешься, быстрее заметят и ответят, то сработает это скорее, как быстрее заметят и откажут. Потому что в таких откликах нет одного из самого важного – это мотивации к конкретному направлению и вообще непонимание того, зачем человек откликается, на сколько разных вакансий. Очевидно, что непонятно, да. Да, можно я тут добавлю, Лера? Да, как раз. И если мы говорим, вот, например, человек хочет быть программистом, да, но он решил, что войти в… ну, у него не очень много опыта, и войти в гимде, в компанию через тестировщика будет классной идеей, как раз программисты. Тут два… это миф. Есть два момента. Момент для работодателя и момент для сотрудника. Для работодателя он получает сотрудника, которого он обучит в течение полугода, да, например, человек поймет, что он тут не может развиваться, как программист, и уйдет. И смысл, в общем-то, учить тестировщика, если можно, например, сразу выучить на программиста, отправить человека на определенный курс или еще что-то. А для сотрудника, когда ты работаешь тестировщиком, ты не выполняешь задачи программиста. Ты никак не развиваешься в рамках рабочих задач, как программист, ты развиваешься как тестировщик. И тебе придется все равно либо самому это добирать, но так не проще ли начать сразу этот путь, вот с того, чего хочется, а не с того, что вот, ну, как-то сложно. Да, я все. Второй твикер — это путаница с проектами компании. Например, говорить, что понравился ваш проект Cooking Diary, а это вообще не наш проект, а Майтон и наш Cooking Race. Это показывает, что не разбирались с проектами, даже на сайт компании не зашли, чтобы почитать. Это, конечно, сразу отталкивает. Знаю, что у Светы тоже на этот счет есть воли. Мы просим кандидатов проанализировать игры, чтобы посмотреть, как они видят игру, как именно геймдизайнер будущий. И мы просим проанализировать Homescapes, Gardenscapes, Fishedom, например, и нам часто пишут, я посмотрел ваши игры. Вот ваши игры, это же ваши игры. Нет, это не наши игры, это Playrix, там, как минимум, да, по скейпсам. И это вызывает действительно вопрос, а был ли кандидат на нашем сайте, он вообще посмотрел какую-то информацию на нас. Это не значит, что мы откажем. Но вопрос где-то для собеседования мы наметим, да. Да, вообще в идеале перед собеседованием зайти, конечно, на сайт, в Google Play, на App Store, скачать пару игр, которые понравились, поиграть, познакомиться с проектами, компанией, это всегда прям большой плюс. Ну, действительно, даже это можно в сопроводительном, например, написать, всегда обращать на себя внимание, когда поиграл в ваши игры, такие-то, такие-то, например. Это здорово. Дальше. Супер креативное резюме с картинками, различными шрифтами, яркими цветами. Креативность – это, конечно, хорошо, но в меру. И точно не в резюме. Возможно, где-то есть куча советов про то, чтобы выделиться, максимально необычно составьте резюме. Такие резюме вызывают удивление, не более того, и не добавляют плюсов к оценке вас, как кандидата на вакансию, поэтому не стоит тратить время на украшение, лучше потратьте его на содержание, описание проектов, продумывание своих результатов. Возьмите шаблон с HeadHunter или аккуратно оформите сами в доке, в PDF, и это будет гораздо лучше. Четвертое – это неуместная фотография. Друзья, руки, ноги, стаканы, ваша собака на фоне или в кадре. Лучше вообще без фото, чем неподходящая фотография для резюме. Пятый пункт – это грамматические пунктуационные ошибки. Света тоже говорила про это. Это, конечно, очень важно. Просто проверяйте свои тексты в резюме, сопроводительном письме, в ответах на вопросы. Бывали случаи, когда откликались кандидаты с ошибкой в собственном имени. Понятно, что это было из-за невнимательности, но это говорит как раз в первую очередь про безответственное отношение к презентации себя как специалиста и в целом к поиску работы. Ну, то есть, ну, точно резюме перед отправкой нужно прочитать, там, как минимум, имя, должность. Ну, мы сами этим, конечно, сейчас грешим. Я смотрю на наш слайд. Да, да. Я вот тоже говорю и так думаю, ну, ладно. А вы проверяйте. То есть на внимательность, да. Да, более внимательно, чем мы. Мы показываем, как не нужно делать. Можно сказать, что это такая проверка на внимательность. Кто найдет ошибки, напишите. Шестой пункт, такой триггер тоже, это штампованные формулировки, клише. Например, в резюме, в котором, допустим, не описан опыт, написано просто, в последние годы проходил обучение без возможности работать. Про обучение, как сегодня мы про это говорили, видели, можно тоже много что написать и подать как отличный опыт и основу для работы. Или, например, когда обо мне пишут там только обучаемый, коммуникабельный, стрессоустойчивый, ну и все. То есть, да, это можно раскрыть. Вот. Ну и важно, чтобы качества были тоже подходящими под вакансию. И последний триггер – это писать весь опыт без разбора. Прямо на конкретном примере скажу. Недавно разбирала резюме на программиста, и у кандидата последние два года хороший опыт в геймдеве, но после него указаны еще шесть работ. Менеджер по продажам, управляющий магазином, комплектовщик в Леруа, вплоть до стажировки бариста во время учебы. То есть, этого точно не нужно делать. Резюме – это не трудовая книжка, там не нужно прям отражать вообще весь опыт, который у вас был. И вот пишите только то, что относится к вакансии, на которую вы хотите устроиться. Это вообще главный принцип. Ваше резюме должно соответствовать вакансии, так же, как и ваше сопроводительное письмо должно соответствовать вакансии. Ну, то есть, вот, это самое главное. Да, теперь передаю слово Свете, закончим конкретными советами. Да, советы. Ну, это такие общие советы. Я тоже, это относится, наверное, к внешнему виду резюме. Не стоит играть с шрифтами. Если вы выбрали один шрифт, то лучше так, а не написать имя или фамилию разными шрифтами. Там один текст одним, другой шрифт другим. Приводим больше конкретных примеров, да. Курсы проекта, это мы уже как раз говорили. Если фото все-таки делаем, то это профессиональное фото с улыбкой, без голых торсов, я не знаю, хмурые и прочее. Это действительно отталкивает. Это такой момент еще важный. Как раз, когда вы размещаете свое резюме на Hot Country, если вы решили использоваться открытыми источниками, работными сайтами, там тоже есть определенные алгоритмы поиска и то, как им пользуются рекрутеры. Для того, чтобы увеличить видимость вашего резюме, как оно выпадает в выборке для рекрутера, лучше указывать, вот здесь есть пример, вот Junior Game Designer, понятно, человек указал должность, которую он хочет, и выбирает в интересах, которые, где он рассматривает вакансии, информационные технологии, интернет и телеком и другое. А там явно есть медиа технологии, по-моему, то есть разработка игр. Это то, что я, например, открываю, когда ищу резюме, а другое я совершенно не открываю. Есть риск, что это резюме просто может не выпасть и не будет показано. Сюда же относим к вакансии, которые там, должности, названы английским языком. Например, если вы ищете работу в России, знаете, что в основном компании там на русском языке, и должности там прописаны на русском, то писать на английском тоже может быть сложно, и потом в ваш резюме может не выпасть. И добавлять геймплей программы. Ну, это хорошо, да, как указание интересной для вас сферы, но лучше указать это в сопроводительном письме, что вам интересно, оставить разработчик C++ и C-Sharp, да, и это больше шансов, что вас увидят. Вы так с тем самым расширите воронку отклика в себе. Обязательно пишем о причинах перерыва в работе. То есть человек работал, например, попадался в резюме до 2019 года, и потом до 2018, по-моему, год, потом его не было где-то. Не очень понятно, чем человек занимался. Лучше как-то кратко хотя бы расписать, потому что, ну, тоже могут посмотреть и не позвать. Ну, про никаких должностных инструкций я уже говорила. Это скучно, когда человек берет и просто ее вставляет в резюме. И осторожнее с формулировками, прям аккуратно. Вот есть такой пример. Интересно, там интересный резюме, человек очень хорошо, логично все пишет, но есть такой момент, и он спорный. Вот я бы тут прикопалась бы немножко. Буду думать над поставленной задачей до тех пор, пока не найду решения, даже если биться на задачу, уже нет сил. У нас, как у работодателя, да, как у команды возникает вопрос. А человек будет биться сам, сидеть до последнего, что-то решить и не спрашивать, и терять время и деньги компании. То есть это такой опасный момент. Там, не знаю, лучше, допустим, достигая поставленных целей, если не знаю, как решить, гуглю, спрашиваю помощь и прочее, ну, было бы как-то более понятно, наверное. Хотя, скорее всего, это здесь и имелось в виду, что человек не сдается, да, и продолжает копать задачу, и как бы сложно не было, в общем-то. Вот, и копает он в разных направлениях и с разными инструментами, да, и в том числе с помощью коллег. Вот, наверное, не наверное, а точно, у нас это то, что мы хотели сегодня рассказать с Лерой, но поэтому у нас осталось даже, думаю, много времени для вопросов. Мы с удовольствием ответим, если они есть. Да. Мы так подробно с тобой рассказали. Всем привет еще раз. Отличный, отличный доклад, очень здоровый. Я думаю, что очень многим будет интересно сейчас позадавать вопросы. И вот у нас есть первый вопрос. Если образование не профильное, но техническое, химик, физик, биолог, все равно нужно стараться вытащить из него какие-нибудь целевые компетенции или не стоит? Я сказала бы, наверное, нет, потому что тот случай, где мы приводили вот с Лерой образования, это было образование программиста, да, по-моему, как раз, и там он просто показал те нужные дисциплины, которые нужны для вакансии. Просто хорошо, у вас есть хорошее техническое образование, законченное, все, можно его указать, можно указать там. Можно просто его указать, да, и все. Если есть красный диплом, например, тоже можно указать. Это хорошо всегда, человек, ну, там, хорошо учится. Ну, да, его, о нем описать его просто, да. И тогда уже, наверное, акцент на свои интересы, хобби, свое саморазвитие. Здорово, спасибо большое. Друзья, у нас еще есть вопросы? Возможно, кто-то прямо сейчас в онлайне пишет огромный вопрос с кучей подвопросов и хочет узнать все, чтобы написать обалденные резюме, либо, наоборот, может быть, нас слушают HR-ы какие-нибудь. О, еще раз привет. Спасибо за доклад. Было информативно, пишет Андрей Буткин. Вопрос. Я начинающий 3D-артист. 3D-артист. И одну секундочку, убежал вопрос. Но с неплохим проектным опытом в промышленном дизайне. Стоит ли подробнее расписывать достижения в этой сфере? Я хотела, что достижения... Да, что достижения, смотря какие, но вообще, как мне кажется, это промышленный дизайн и 3D-художник. Наверное, может быть, связаны моменты, возможно, связаны инструменты, какие-то стек, с которым работал человек. Я думаю, что да. Ну, это связано еще... Есть явно какие-то законченные проекты интересные, да, которые удалось сделать. Можно расписать, как был сделан проект, как получали знания там. Это тоже очень хорошо будет. Показать, что, не знаю, все равно же был какой-то момент, когда человек начинал только с нуля в области промышленного дизайна. Мы посмотрим на тот опыт, который... Как он начинал и как он будет начинать здесь, как 3D-артиста. Прекрасно. Большое спасибо. И еще один вопрос от Данила. Привет еще раз. А что, если человек до этого работал неофициально, проще говоря, фриланс, и у него была договоренность о нераспространении кода из проектов? Достаточно ли указать ссылки на Steam? У нас решается этот вопрос так. То есть нам нужен, конечно, пример кода, который мы посмотрим, как человек пишет код. У нас есть тестовая. Если человек готов выполнить, да, мы отправляем ему тестовое и смотрим уже. Потому что это частый случай, когда... Что не может показывать код проекта, но ссылки на Steam точно стоит указать. Ну, хотя бы просто посмотреть масштаб проекта, там, механики такие. Вот. Здорово, когда помимо этого проекта, может быть, есть какой-то личный проект и хотя бы какие-то примеры кода, на основе которых уже можно дать, допустим, тестовое задание или по примерам кода, может быть, позвать на техническое собеседование. Спасибо. И Артем Яковлев спрашивает, насколько вообще нужно постороннее образование и насколько критично его отсутствие, в частности, для джуниор-геймдизайнера? А постороннее? Я не понимаю, что такое постороннее. Это основное или какое-то дополнительное? Я думаю, что это дополнительное, видимо, образование. Ну, если это профильное по геймдизайну, например, то это, естественно, добавит бонусов к кандидату. Да. А если это совсем постороннее, то есть, например, не знаю, курсы по стрельбе, не знаю, то, наверное, не нужно. В общем, как я понял, нужна краткость. Да. Уважаемые друзья, у нас еще есть вопросы сейчас. Давайте. Кто там дописывает целую поэму с вопросами? Кто-то, может быть, сейчас маленький вопросик задаст, но очень важный, интересный. Давайте подождем буквально несколько секунд. Я даже досчитаю до трех. Раз, два, три. Ага, пока вопросов нет. На самом деле у меня сейчас тоже вопросов нет. Очень объемная презентация, очень здорово. Все стало известно. Вот, Артем Яковлев все-таки сделал уточнение. Постороннее – это высшее. Есть комментарии по этому уточнению? Спорный такой вопрос. Оно хорошо, если оно есть, но это не будет причиной отказа позвать на собеседование. А дальше все зависит уже от мотивации, интереса, навыков и знаний. У нас есть в компании, не проводила, конечно, статистику, но я думаю, что процентов 30, но нет, я боюсь сейчас ошибиться, конечно. Люди, у которых нет законченного высшего образования, при этом они классные специалисты. Поэтому не критично, но желательно. Да, ну, в любом случае на собеседовании… Ну, то есть у человека может быть высшее образование, но на собеседовании он себя покажет, не покажет знания, как бы, и в целом. А может не быть, и все будет классно. Здорово. И Андрей Вудкин у нас уточняет сейчас. А я пока уточню тоже. Проектный опыт – разработка изделия от концепта через 3D-модель до запусков производства. Удачно проданные партии изделий по моим проектам. То есть, как я понимаю, поможет ли это? Да, это хороший пример. Разработка изделия уже начинается с концепта, написание тех же самых тезы, запуск производства. Это еще и компетенция по взаимодействию с командой. Хороший пример, если его расписать, что и как, то, да. То есть оно портфолио какое-то, оно должно быть, как демонстрирующие навыки. Да, будет здорово, если это будет в формате портфолио, если можно показать результат прям работы. Но если это изделие, то я думаю, что можно. Ну и плюс добавить еще то, что человек явно, если вы интересуетесь 3D-моделированием, в принципе, 3D явно есть что-то, что вы рисуете для себя. Вот это тоже можно показывать. На чем вы пробуете? Ну, как, скажем так, некая песочница, которая есть у всех, ну, программистов, художников, 3D-артистов и тех же геймдизайнеров. Андрей Буткин уточняет, еще продолжает общение наше. То есть можно сказать, что подобный проект заслуживает более развернутого описания. Верно? Да, да, да. Отлично. Молодец, Андрей. Пользуется возможность, как предоставленная. Да, пользуйтесь, друзья, пользуйтесь тоже, потому что это уникальная возможность сейчас на Workshop Day узнать много всего нового и интересного. И лично я сейчас узнал столько всего интересного, что прям захотелось пересмотреть. Потом трансляцию обязательно. И уточнить для себя еще какие-то моменты. На самом деле у нас, в принципе, время уже практически подходит. Осталось 3,5 минуты до следующих спикеров. И я хочу сказать большое спасибо Светлане и Валерии. Это было очень позитивно, здорово, интересно и, самое главное, информативно. Большое вам спасибо. Да, и спасибо и Workshop Day за то, что дали нам возможность Лерой поделиться тем, что, наверное, мы не успеваем поделиться, когда в работе смотрим кандидатов, нет возможности каждому ответить развернуто, к сожалению. А здесь мы смогли это сделать. Да. За крылья гештальт, можно сказать. Да, да, да. Отлично. Тогда мы прощаемся с вами. Пока. Друзья, напоминаю, что в следующий раз...